Уроки математики Урока умножения и деления Приемы устных вычислений Целью нашего урока является Выявление приемов устных вычислений Умножения и деления Треузначных чисел, основанных на свойствах умножения и деления Суммы на число Развитие вычислительных навыков Умение решать задачи изученных видов Прежде чем приступить к изучению новой темы Давайте вспомним то, о чем говорили на прошлом уроке Предлагаю выполнить следующее задание Найдите произведение и частное выражение Представленных на слайде Давайте проверим ваши ответы Произведение чисел 223 равно 660 Потому что 22 десятка умножить на 3 равно 66 десятков Частное чисел 720 и 9 равно 80 Потому что 72 десятка деленное на 9 равно 8 десятков Еще раз повторим и определим правило умножения и деления трехзначных чисел, оканчивающихся нулями Умножение и деления трехзначных чисел, которые оканчиваются нулями, легко заменить действиями с десятками и сотнями Ребята, а теперь предлагаю решить следующие примеры Найдите произведение чисел 205 и 3 Частное чисел 804 и 4 Можем ли мы в этих примерах использовать ранее изученный прием? Правильно, не можем, потому что эти трехзначные числа не оканчиваются нулями Давайте посмотрим, как действовать в этом случае В подобных примерах можно использовать правило умножения и деления суммы на число и числа на сумму Для этого трехзначное число необходимо представить в виде суммы удобных разрядных слагаемых Ну а теперь более подробно разберем каждый из этих примеров Число 205 представим в виде суммы разрядных слагаемых 200 плюс 5 Каждое из слагаемых умножаем на 3 Осталось сложить полученные результаты Произведение чисел 205 и 3 равно 615 Разберем следующий пример Число 804 представим в виде суммы разрядных слагаемых 800 плюс 4 Каждое из слагаемых разделим на 4 Осталось сложить полученные результаты Частное чисел 804 и 4 равно 201 Этот же прием удобно использовать при решении примеров умножения и деления трехзначных чисел, оканчивающихся нулями В качестве примера разберем еще два выражения Найдем произведение чисел 273 и частное чисел 110 и 5 Каждое из трехзначных чисел представим в виде суммы разрядных слагаемых В первом выражении каждое слагаемое умножаем на 3 и складываем полученные результаты Во втором выражении каждое из слагаемых делим на 5 и складываем полученные результаты Теперь предлагаю решить задачу Один грач, следуя за плугом трактора, способен уничтожить за день 420 червей Вредителей растений Сколько червей съест грач за два дня? Что сказано в условии задачи? Давайте-ка выделим главные слова День, два дня Запишем условия задачи На какой вопрос нам необходимо дать ответ? Верно, сколько грач съест за два дня червей-вредителей? Сколько будет действий в решении этой задачи? Правильно, одно действие Как же ответим на вопрос? Молодцы! 420 умножим на 2 Запишем решение и ответ задачи Подведем итог нашего урока Сегодня мы с вами познакомились с очередным приемом устного умножения и деления трехзначных чисел Представляя трехзначное число в виде суммы разрядных слагаемых Теперь в вашем багаже знаний появился еще один инструмент С помощью которого вы в дальнейшем сможете решать подобные примеры В качестве домашней работы я вам предлагаю решить задачу под номером 5 на странице 83 И примеры под номером 2 на странице 84 Берегите себя, ребята! До новых встреч! Здравствуйте, ребята! Сегодня мы продолжим раскрывать тайны русского языка И начнем мы урок с девиза Лучший способ изучить что-либо – это открыть самому Джордж Поя Соберите пословицу из слов Объясните ее смысл Разговориться, напиться, что меду с умным Проверим С умным разговориться, что меду напиться Как вы понимаете смысл этой пословицы? С умным человеком приятно разговаривать От него можно узнать много интересного Вспомните, ребята, у каких частей речи есть начальная форма Начальная форма есть у слов каждой части речи Начальная форма имени существительного отвечает на вопрос Кто? Что? Имени прилагательного на вопрос какой? Возьмем слово меду Начальная форма слова меду – мед Это форма именительного падежа единственного числа С умным Какой? Умный Имя прилагательное Начальная форма – единственное число Мужской род – именительный падеж А как вы думаете, у глаголов есть начальная форма? Сегодня на уроке мы будем говорить о начальной форме глагола Тема нашего урока – неопределенная форма глагола Давайте вспомним, что мы знаем о глаголе Глагол – это часть речи, которая обозначает действие предмета И отвечает на вопрос Что делает, что будет делать, что сделает Предложение является сказуемым Разобраться в новой теме нам поможет следующее упражнение Прочитайте пару слов, сравните их Говорить, поговорить, спросить, переспросить Рисовать, нарисовать Ходить, уходить Смотреть, посмотреть Что у них общего? Это однокоренные слова А чем они различаются? Слова первого столбика отвечают на вопрос, что делать Слова второго столбика отвечают на вопрос, что сделать С приставками по, пере, на, у и по Запомните, глаголы, которые отвечают на вопрос, что сделать Всегда употребляются с приставками Убедимся в правильности наших выводов Прочитав правила в учебнике на странице 106 Глаголы, которые отвечают на вопросы, что делать, что сделать Стоят в неопределенной форме Неопределенная форма – это начальная форма глагола Глаголы в неопределенной форме оканчиваются на Т Решать Решить На Т Нести Унести Ч Печь Испечь Такое название она получила из-за того, что у глагола, стоящего В начальной форме, нельзя определить лицо, время и число У начальной формы глагола есть еще одно название – инфинитив, что в переводе с латинского означает неопределенный Теперь обратим внимание на отличительные признаки неопределенной формы глагола Внимание на слайд Читать Прыгать Лететь Прочитать Запрыгать Улететь Что общего? У всех этих глаголов, кроме вопросов У всех глаголов на конце сочетание Т Это суффикс неопределенной формы, ее отличительный признак Этот суффикс не единственный Прочитаем слова в столбиках Сидеть Дышать Полоть Найти Спасти Вести Беречь Стеречь И жечь В первом столбике уже знакомый нам суффикс Т Во втором столбике суффикс Т Существует еще особая группа глаголов Которые заканчиваются на Ч Глаголы в неопределенной форме, которые оканчиваются на СЯ Причесываться Собираться Умываться Вернемся к нашей пословице С умным разговориться, что меду напиться Глаголы разговориться, напиться Это глаголы, которые отвечают на вопрос, что сделать И стоят эти глаголы в неопределенной форме Послушайте стихотворение Александра Сергеевича Пушкина Из сказки о золотом петушке Выпишите глаголы в неопределенной форме Царь Дадон под старость захотел Отдохнуть от ратных дел И покой себе устроить Тут соседи беспокоить стали старого царя Страшный вред ему творя Чтоб концы своих владений Охранять от нападений Должен был содержать Многочисленную рать Задание Выписать глаголы в неопределенной форме Проверим глаголы, которые мы выписали Отдохнуть, устроить, беспокоить, охранять и содержать Логическая минутка Вам необходимо образовать глаголы начальной формы С приставками Про, за, у, при, по С помощью корней Чит, рис, ех, смотр, бел И суффиксов А, ово, е, и У меня получились следующие слова Прочитать, зарисовать, уехать А что получилось у вас? Я хочу вам прочитать стихотворение Поэта Семена Островского Вам в этом стихотворении необходимо подчеркнуть глаголы, стоящие в неопределенной форме В жизни по-разному можно жить В горе можно и в радости Вовремя есть Вовремя пить Вовремя делать гадости А можно и так На рассвете вставать И, помышляя о чуде Рукой обожженной Солнце достать И подарить его людям В жизни, ребята, бывает у каждого по-разному Кто-то все силы отдает карьере Кто-то своей семье Кто-то привык делать только гадости А поэт Семен Островский мечтает о чуде Он мечтает достать солнце и подарить его всем нам, людям Выпишите глаголы, которые стоят в неопределенной форме Проверяем Глаголы, стоящие в неопределенной форме Следующие Жить Есть Пить Делать Вставать Достать И подарить Вернемся к нашему девизу Лучший способ изучить что-либо Это открыть самому Найдем в этом предложении глаголы Неопределенной формы Изучить Открыть Эти глаголы отвечают на вопрос Что сделать И оканчиваются эти глаголы на суффикс Ти Почему эти глаголы так названы? Они не указывают ни на время, ни на число Подведем итоги Начальная форма глагола называется неопределенной Она называется неопределенной потому что По ней нельзя определить ни время, ни число глагола Глаголы в неопределенной форме отвечают на вопросы «что делать» или «что сделать» и имеют суффиксы «ти-ти-ч». Перейдем к домашнему заданию. Вам необходимо выполнить упражнение 184 на страничке 107, а именно списать, вставить пропущенные буквы, выделить в глаголах приставки. Также выполнить творческое задание, придумать и записать запоминалку о глаголах неопределенной формы. В схемах, в рисунке или в стихотворении. Думаю, вы с этим заданием справитесь на пять. Удачи вам! До следующего урока! Добрый день, ребята! Сегодня мы начинаем с вами изучать новый раздел учебника, который называется «Путешествия по городам и странам». Откройте учебник на странице 84-85. Посмотрите, о чем вы будете узнавать на этих уроках. И первый урок из этого раздела называется «Золотое кольцо России». На нашем комфортабельном автобусе мы отправимся именно туда. Катись-катись колечко по краешку земли от Северного моря и Голубой тайги, по рощам и долинам, до Волжских берегов, где древняя Россия в названиях городов. Владимир, Тихий Углич, Залезский Переславль, жемчужина России, наряд Ярославль. Ростов, Великий, Суздаль и Сергеев Посад. Их имена, как песня народная, звучат. «Колечко золотое скрепило города. Здесь матушка Россия, здесь русский дух всегда». Целью нашего урока будет узнать, какие города входят в золотое кольцо и почему оно называется кольцом. Кольцо, так как наш путь будет напоминать кольцо. Золотое, так как эти города являются достоянием нашего государства. В них много памятников истории, архитектуры, искусства. Готовы? Тогда в путь. В путешествии по Золотому кольцу мы отправляемся из Москвы. Давайте посмотрим на карту России. На карте указан маршрут следования. Из Москвы мы едем на северо-восток и прибываем в город Сергиев Посад. Он назван в честь святого Сергия Радонежского, который основал здесь большой монастырь Троица Сергиева Лавра. Слово «Лавра» означает главный, самый важный монастырь. И он действительно призван главным монастырем России. На территории Троицы Сергиевой Лавры располагается Московская Духовная Академия – старейшее высшее учебное заведение России. В прошлом столетии здесь жили и работали сотни первоклассных мастеров – игрушечников. Не случайно именно здесь находится единственный музей в России, называется «Музей игрушки», в котором насчитывается около 30 тысяч экспонатов. Из Сергиева Посада мы едем в Переславль-Залезский. Этот город, так же как Москва, был основан князем Юрием Долгоруким. Он раскинулся на берегу живописного Плещеево озера. Переславль считается одним из заповедных и привлекательных городов. А так же считается родиной русского флота. Здесь сохранились старинные церкви и другие творения русского зодчества. Спаса Преображенская церковь, Никитский и Горецкий монастыри, уникальные музеи утюга и чайника. Затем наш путь лежит в Ростов. Этот город – один из самых древних в Золотом кольце. И уже в давние времена его с уважением называли Великим. Самая замечательная часть города – Ростовский Кремль. За его белыми стенами видны многочисленные купола церквей, колокола которых славятся своим мелодичным звоном. Так же известны на весь мир Дмитриевский храм и церковь Иоанна Богослова. Ростов славится знаменитой ростовской фенифтью. Это очень красивые украшения с эмалью, броши, серьги, браслеты, которые хранятся в музее Фенифти и вызывают восхищение окружающих. Отправляясь дальше в путешествие, мы проезжаем город Углич. Он стоит на Волге. Название города, возможно, произошло от слова «угол». Река в этом месте изгибается и течет углом. В Угличе много памятников старины. А еще здесь часовой завод, где делают красивые и точные часы. Из Углича мы отправляемся в Ярославль. Самый крупный город Золотого кольца. Он был основан Ярославом Мудрым, имя которого и носит. Кроме этого, Ярославль называют родиной русского театра. Следующий город на Волге, в котором мы остановимся, это Кострома. На плане города видно, что улицы расположены в виде веера. Есть легенда, которая рассказывает, что когда императрица Екатерина II приказала перестроить город, ее спросили, каким она хочет его видеть. В этот момент императрица развернула веер. Вот город и сделали таким. Кроме того, это был очень известный торговый город. Здесь также находится множество памятников архитектуры. Путешествуя по Золотому кольцу, многие посещают и прекрасный город Плёс. Своё название он получил от речного Плёса, то есть широкой части реки между двумя изгибами. Плёс – это город художников. Особенно здесь любил бывать художник Левитан. Сейчас в городе открыт музей Левитана. Следующая остановка в городе Суздаль. Главная достопримечательность Суздаля – Кремль. Построены в X веке. А над стенами Кремля возвышается Рождественский собор, выдающийся памятник локаменного зодчества. Кроме того, в городе 33 церкви, 5 монастырей, 17 часовин. От Суздаля совсем недалеко до Владимира. Его основал князь Владимир Мономах. Отсюда и название города. Здесь находятся замечательные памятники старины. Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский собор. Путешествие наше закончилось. И мы опять вернулись в наш родной город. Давайте ещё раз вспомним города, которые мы посетили. Действительно, маршрут, по которому мы путешествовали, похож на кольцо. Почему это кольцо золотое? Из-за большого количества замечательных памятников истории и культуры. Домашнее задание у вас будет такое. После нашего урока прочитайте ещё раз об этом в вашем учебнике. Посмотрите, какие города вы хотели бы посетить. Вдруг когда-то у вас это получится. Наш урок окончен. До свидания, ребята! Редактор субтитров А.Семкин